Друзья, всем привет! Хочу с вами поделиться своим опытом о том, сколько автомобиль Tesla Model 3 Standard Plus из Китая с батареей LFP теряет энергии в простое. Я парковал автомобиль в аэропорту на неделю. Это текущий мой момент владения автомобилем, самый долгий срок, на который я не ездил на автомобиле. И получилось так, что с одной субботы с 6 часов утра до следующей субботы с 6 часов вечера автомобиль стоял припаркован. Ну и мне, конечно же, было интересно, сколько заряда он потеряет за это время. Не хотелось прийти после возвращения к автомобилю, чтобы он был разряжен. Я его зарядил почти на полную. Когда я покидал автомобиль, было 94%. Конечно же, я отключил Sentry Mode, потому что Sentry Mode в моей комплектации, он будет, наверное, использовать процентов 10, а может даже и больше батареи за сутки. Поэтому, конечно же, его необходимо отключать. Ну и на что Tesla использует заряд аккумулятора во время простоя? Это, конечно же, на то, чтобы поддерживать зарядку 12-вольтной батареи. Да, в электромобилях тоже есть обычная 12-вольтная батарея, которая используется для инфотеймента, для открывания дверей. Ну, для тех же штук, что и в обычном автомобиле. Поэтому 12-вольтную батарею во время простоя, когда она постепенно разряжается, Tesla немножко подпитывает за счет основной батареи. Плюс там внутри какой-то компьютер работает. Ну и когда очень на улице холодно, насколько я знаю, когда уже будут минусовые температуры, там минус 10, еще меньше, будет использоваться заряд батареи для того, чтобы поддерживать температуру батареи, для того, чтобы она не уходила в сильно-сильно холодное состояние. Ну и спустя неделю, когда я пришел к автомобилю, а, да, важно еще раз указать, что я не отключал мобильный доступ, то есть я мог зайти из приложения и посмотреть, что там с автомобилем, хоть я и был в другой части Европы, можно зайти было, посмотреть, какой заряд аккумулятора, но я сделал это всего лишь раз, потому что если каждый раз подключаться через приложение к автомобилю, компьютер будет просыпаться и будет тратиться больше энергии. Один раз я всего за неделю зашел, посмотрел, что там и как, и потом, когда вернулся, открывал автомобиль, увидел уровень заряда, да, был приятно поражен, то, что заряд с 94% опустился всего на 93%. Это я напомню, за 7,5 суток. Если мы проведем такой быстрый подсчет, возьмем 7,5 и умножим на 24, это у нас 180 часов, автомобиль итога стоял в простое, и потерял он, ну пусть там, скажем, 94 и 93, это 1%, возьмем полных 2%, поэтому возьмем 53 кВт часа, которые у нас доступны в батарее, умножим на 0,02, это мы использовали 1,06 кВт часа. Если мы поделим на 180 и умножим на 1000, то мы получим 5,88 ватт. 5,88 ватт всего мощность Теслы, которую она использует в простое, то есть за неделю я потерял всего лишь 1 кВт час. Да, еще важно указать то, что температура воздуха окружающего в этот период за неделю, она колебалась от плюс 9 до минус 2, то есть больших морозов не было, то есть обычное нормальное состояние. Но вот что было потом, когда я начал ехать, я запланировал свой маршрут до ближайшего суперчажера, было там 200 что-то километров, и автомобиль показал, что мне надо 60%, а Beta Route Planner, приложение на телефоне, которое хорошо рассчитывает маршрут, оно показало что-то 65-66 необходимых процентов, но за счет того, скорее всего, за счет того, что автомобиль начал агрессивно прогревать батарею после простоя, после начала движения, я на суперчарджер доехал всего с 3%, то есть использовал больше 90%. Под конец я уже когда ехал, я уже вижу, что автомобиль перерасчитывает, заряд падает быстрее, чем я ожидал, уже как-то стало немного страшно. Ну, я решил пойти в Абанк, доехал до конца. То есть, что я, скорее всего, сделаю в следующий раз, я не буду стараться парковать, если будут парковаться нам долго, не буду стараться парковать автомобиль с таким огромным уровнем заряда аккумулятора, не обязательно, например, 50% оставлю, и после возвращения, если пристает дальняя дорога, заеду на ближайший суперчарджер, заряжусь уже тогда, наверное, до полной, чтобы во время зарядки батарея прогрелась при помощи зарядной станции, при помощи процесса самой зарядки, а не использовал отдельный подогрев в начало движения. И когда я уже потом начну движение, после хорошей совершенной зарядки, тогда будет расход более-менее стабильным. Ну и плюс на улице, да, было тогда плюс 6, холодное время, то есть расход уже увеличился, я уже замечаю, что расход в холодное время года уже увеличивается. Дум о том, насколько он увеличился и как было это все критично, я, конечно, расскажу потом в дальнейшем своем опыте использования. Ну вот так. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если хотите, чтобы не пропустить новое видео. И я увижусь с вами в новом видео. Ну все, пока.